Здравствуйте, меня зовут Адиля Шемилевна, я преподаю в объединении Юной Пикассо и Гобелин. Сегодня я провожу мастер-класс по рисованию сухой пастели, и рисовать сухой пастелью мы будем по подложке, поэтому для подложки нам понадобится гуашь, здесь у меня подложка была такого тепло-золотистого цвета, и поэтому из гуашевых красок в принципе понадобился желтый, охра и белый, я смешивала три цвета, можно обойтись охра и белый, или желтый плюс белый, и кисточки для гуаши лучше всего синтетические кисти, так как у меня площадь большая, я взяла самые большие кисточки, которые у меня есть, вот такие вот, чтобы быстро закрасить фон, ну в данном случае подложку, вот, можно и другие кисти, у меня вот такая вот гуашь, гамма большая, можно и обычные гуашевые краски. После того, как мы нанесли подложку, нужно, чтобы она полностью высохла, и только потом мы приступаем к сухой пастели, про сухую пастель. Главная функция нашей сухой пастели, чтобы она, сухая пастель, это у нас как мелкие, мелкие у нас бывают двух видов, точнее пастель, да, сухая и масляная, в данном случае мы рисуем именно сухую пастель, у масляной пастели будет другой мастер-класс, вот, у меня вот такой вот два наборчика, вот такой маленький наборчик с яркими цветами, петербургская пастель, здесь уже вот даже мало что осталось, но цвета, в общем, были яркие, красные, желтые, зеленые, вот это вот отсюда, а здесь были, еще важная и интересная особенность, что вот здесь вот у меня написано софт, что означает мягкое, тоже очень важный момент, чтобы она хорошо рисовала, она должна быть такая жирная, мягкая, тогда картинка будет такая сочная, красивая, вот, мелкие для асфальта, конечно, не придает, тут нужны художественные мелкие, но покупать супер дорогие, конечно же, не стоит, нужно обойтись, можно обойтись вот маленькими, пусть они будут маленькие, маленький наборчик, но, конечно, лучше, чтобы набор, вот, все, это все, что нам понадобится, и уже мелками мы рисуем, берем мелок и раскрашиваем, и наша главная функция, это пальчиком можем мы тушевать, в каких-то местах мы полностью раскрашиваем, где-то тушуем пальцем, и все, все, что нам понадобится. Сегодня мы с вами учимся рисовать сухую пастель, и будем рисовать вот такую вот композицию, осенняя композиция, осенний лес, и такой рисунок рисуется по подложке, то есть, если обратить внимание, вот здесь вот у нас голубое небо, и под голубым, голубой пастелью у нас появляется теплая подложка, теплый цвет, то есть подложка, это значит, что мы затонировали бумагу, или уже купили тонированную бумагу определенным цветом, цветную бумагу. Ну, я вас сейчас научу, как быть, если у нас обычная бумага, да, это у нас плотная бумага, обязательно, если мы рисуем красками, нам нужна плотненькая бумага. Начинаем с того, что мы подбираем цвет гуаши. Вот тут была вот такая вот подложка такого цвета, бежевого, теплого. То есть подложка, цвет подложки выбирается, исходя из того, какого цвета больше всего будет в изображении. У нас здесь осенний лес, в осеннем лесу цвета теплые, и такие, золотистого оттенка. Поэтому мы смешиваем такой тепленький цвет и намешиваем большое количество сейчас краски, чтобы мы смогли закрасить весь лист. Закрашиваем так, чтобы белой бумаги не было видно. Если мы не боимся выходить за края, то можно будет помыть, гуаши хорошо отмываются. И краски нам нужны были лишь для того, чтобы сделать подложку. Я ее сделала. Дальше нужно подождать, когда это все высохнет, чтобы дальше по сухой бумаге мы могли работать с сухой пастелью. Сейчас расскажу. Пастель бывает от двух видов. Это у нас сухая, как обычные мелкие, и бывает пастель масляная. Мы будем сейчас работать с сухой пастелью, а урок с масляной пастелью будет другой темой нашего занятия. И нам нужно распределить, найти контур нашего леса. Мы, когда смотрим на наш лес, видим, что какие-то деревья у нас силуэтами лежат. Видные точнее. Где-то прослеживаются веточки. Где-то прослеживается вот здесь вот контур елки, каких-то хвойных деревьев, где-то березки. И это все можно запечатлеть. Но первым образом, на первом этапе нам нужно найти силуэт этих деревьев. Я чуть-чуть буду менять сейчас композицию. Чтобы она была поинтереснее. Так, здесь у меня будет теперь полянка. У нее будет падать цвет. Здесь будет такая опушка, где будут растения деревья, лес. И здесь уже на заднем плане будет лес. И где-то посередине вот здесь вот. Я сейчас придумала композицию, да. Будет какое-то хвойное дерево, елка какая-то. Вот, а силуэт сейчас найдем. Я нашла общий силуэт деревьев. Наметила где-то какие-то деревья, которые я буду выделять. И сейчас мы начнем рисовать уже пастылью. Начнем с неба. Нам нужно, значит, голубой цвет. Достаточно такая большая плоскость с небом. И будем полностью ее закрашивать. Где-то какие-то переходы посветлее сделаем. Может быть, белого добавим. У нее вот такой серо-голубой цвет есть. Вы уже исходите из того, какие у вас цвета. У меня есть вот такой вот маленький набор пастели. Вот, петербургская пастель, да. И есть вот такая вот. Это из хороших марок. Желательно, да, чтобы они были мягкие. Тут у меня как раз написано soft, что означает мягкие. И нам нужно это все раскрасить. И начала уже работать пастелью. И теперь нам нужно начинать с больших плоскостей. С больших плоскостей мы начинаем раскрашивать. Самая большая плоскость у нас будет это небо практически одинакового цвета. Будет где-то какие-то будут переходы. Но в основном она голубая. А что самое интересное, вот я начала раскрашивать, что среди этого голубого появляется вот эта вот подложка теплая. И задает такую определенную живописность работе. Раскрашиваем. Где-то мы сейчас добавим белого. У меня вот такой вот голубенький. Вот, по-моему, с этого набора. Серо-голубой цвет. Сейчас попробуем где-то белым добавить. Можно докупить в художественном магазине белый соус. Он будет такой жирненький, приятный для рисования. Супер мягкий соус. И мы можем начать тушевать. Где-то мы прям можем тушевать, а где-то вот так вот полностью раскрашивать. Зависит от ваших целей. Вам нужно полностью раскрасить. Или где-то, чтобы появлялись проплески подложки. И так мы продолжаем все раскрашивать. С лесом тоже самое. Раскрашиваем. Где-то оставляем подложки. Вот, как видите, здесь вообще не тронутая часть листа. Вот здесь тоже появляются проплески подложки. Мы делали светло-теплую золотистую подложку. Поэтому она у нас много где может появляться. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон